Что такое макияж? Если вы видите макияж во сне, если вы сами накладываете, или вам накладывают этот макияж, делают, или вы стираете макияж, всё равно в любом случае макияж – это означает защита. Защита своей личности. Поэтому. То есть вы каким-то образом скрываете свою личность. В принципе, это маска. Маска, которую вы надеваете. Но макияж – это маска, и макияж – это разные вещи. Но что-то символ такой похожий есть. Почему? Потому что под макияжем, по сну, мы скрываем свою внутреннюю сущность. Мы хотим, чтобы нас видели лучше, с лучшей стороны. Чтобы мы красивее были. То есть мы можем затушевывать какие-то черты характера, которые, он говорит, явно мы не хотим, чтобы у нас видели их. Поэтому макияж, когда, если вы сами себе накладываете, значит, вы пытаетесь для кого-то быть интереснее. Но это нормальное явление, если девушка встречается, или мужчина встречается с женщиной. И впервые. Он хочет, конечно, красивее казаться. Конечно, девушка не будет капризничать, не будет плакать, не будет требовать что-то. Мужчина не будет злиться, не будет раздражаться. Почему? Потому что он хочет быть лучше. И вот это показан макияж. Если во сне показан макияж, знайте, что под этим макияжем есть что-то такое, что, будем говорить, человек не то, что не искренен, а что-то пытается, может быть, перекрасить. Особенно, если красивый макияж, значит, человек пытается красиво себя предоставить вам. Если неумело накрашено и все остальное, человек, будем говорить так, неумело это делает. У него все равно будут проявляться проявляться его после какие-то черты характера, которые он может показать и скрыть будет невозможно для другого человека. Поэтому к нему надо присмотреться внимательно. Особенно, если макияж не очень красивый, человек не очень красиво выглядит. Это говорит о его, он говорит так, не очень хороших черт характера. Поэтому, если вы сами себе накладываете макияж, значит, пытаетесь перед кем быть красивым. Если вам накладывают макияж, значит, кто-то вам советует. Советует быть таким-то, таким-то, может быть, подсказка идет. Кто-то, может быть, формирует вашу, вот именно личность вашу, которая, кстати, вам, она не свойственна. А вообще по жизни считается, что роскошь человека быть самим собой. И все играем какую-то роль всегда. Мы идем в магазин, мы надеваем роль, играем роль покупателя. Едем в транспорте, роль пассажира. То есть вот этот у нас макияж, вот эти масочки у нас, они всегда. Но, тем не менее, когда вот в макияже вы видите ярко какую-то выделенную деталь лица, потому что макияж мы накладываем, будем говорить, на лицо, это личность. Если какая-то яркая, выделенная, значит, просто надо знать, почему человек именно вот скрывает свою личность, из-за чего. Если это, например, реснички или брови, это защита, обыкновенная защита, потому что человек боится, что его могут не понять, что он может не понравиться, может еще что-то. Если накрашены губы, например, румяна, это, может быть, человек хочет, чтобы в него влюбились. Почему? Потому что он заинтересован в этом человеке, заинтересован в сексуальных отношениях с ним. Почему? Потому что здесь искренние или неискренние чувства. Ну, тут я не знаю, почему. Потому что, может быть, в моем понимании, в моем понимании, человек хочет понравиться для того, чтобы, будем говорить, чтобы его любили. Вот именно вот в этом. Поэтому губы, румяна, может быть, тональник какой-то, это да. Если красиво накрашенные глаза, человек энергетически, будем говорить так, пытается подчеркнуть свою энергию, подчеркнуть свою энергию и усилить эту энергию поэтому своим макияжем. То есть, это значит, у него есть эти черты характера и все остальное, но он просто-напросто показывает лучшие свои черты характера в этом. Если человек, например, стирает, убирает эту косметику с себя, значит, этот человек будет самим собой. Или он хочет, если вы у себя убираете, значит, вам надоело, вам говорите, ну, перед кем казаться, не тем, чем вы есть. И поэтому вы в данный момент времени покажете себя таким, какой он вы есть, со всеми своими плюсами и со всеми своими недостатками. Если вам кто-то накладывает макияж, иногда бывает, что по работе требуются определенные, будем говорить, правила общения. И поэтому вот этот макияж на работе вы можете носить. Это нормально, это не от того, что он говорит так, вы где-то пытаетесь что-то скрыть. Нет, это та маска, как, например, покупатель и продавец. То есть вы не дружбаны, а вы определенную роль играете. Поэтому вот этот макияж-то, если он аккуратно, хорошо сделан, человек умеет пользоваться этим. Если не аккуратно сделан, все, человек просто не умеет скрывать, будем говорить, какие-то свои и позитивные, и негативные черты характера. Он пользуется это просто неумело. Поэтому, если вы, например, обращаете внимание на макияж у какого-то человека, и что его излишне много наложил, или женщин, или мужчин вот этого макияжа, пудра там излишне много, значит, человек пытается что-то от вас скрыть. Скрыть, поэтому к этому человеку надо, ну, относиться более внимательно. Почему? Потому что, что он скрывает? Скорее всего, может быть, негативное отношение к вам. Такое тоже может быть. Так, а что еще? Если бывает макияж вульгарный, поэтому вульгарный, если вы видите вульгарный макияж, и человек может вести себя вульгарно, понимаете? Но, если его поближе увидеть, может быть, вполне возможно, что он совершенно не такой, может быть скромный, нормальный, а эта вульгарность, это, ну, наносное, потому что макияж, это наносное. Если вы скрываете макияж, под макияжем какие-то изъяны лица, или другой человек, вы видите, что очень толстым гримом, много наложен макияж, значит, человек пытается что-то скрыть от вас. А скрыть, может быть, недоброжелательство, может быть, какие-то поступки свои, не очень приятные. Поэтому, это есть такое. Если макияж такой дорогой, профессиональный, и всё остальное, так материально, может быть, был получше. Почему? Потому что, вот такой макияж достаточно дорого стоит. Или же, может быть, будут какие-то события, которые будут интересны для вас. Дальше. Если в естественных тонах макияж у вас, значит, это позитивным переменам в жизни. А если в тёмных тонах, то здесь предстоят какие-то не очень приятные события, которые, ну, вам говорят, расстроят вашу личность. Если у ребёнка, вот, делает макияж, такой вот, весёленький, это говорит о том, что предстоят, может быть, детские праздники. Если вы видите ребёнка с макияжем, это может быть детским праздником. Или каким-то приятным событием, где вы, по-моему, сможете почувствовать себя ребёнком. И искренней радостью.